Привет, YouTube! Решаем задачу номер 544 сборника Демидович. Вычислить предел при x, стремящемся к нулю. x плюс e в степени x в степени 1x. Начнем с того, что перепишем выражение, стоящее под знаком предела, с помощью экспонента. А именно e в степени 1, деленная на x, умножить на логарифм x плюс e в степени x. Равно. Теперь давайте немножко поработаем над выражением, стоящим под знаком логарифм. Чтобы увидеть эквивалент, напишем предел при x, стремящемся к нулю, e в степени 1, деленная на x, умножить на логарифм. Здесь я напишу 1 плюс x плюс e в степени x минус 1. Но действительно, я просто прибавил и вычел 1, от этого ничего не изменилось. Но давайте внимательно посмотрим на x плюс e в степени x минус 1. x у нас стремится к нулю, а поэтому данное выражение будет также стремиться к нулю. А тогда мы можем воспользоваться эквивалентой для логарифма. И сказать, что логарифм тогда будет эквивалентен x плюс e в степени x минус 1. Для тех, кто не хочет пользоваться эквивалентой, можно разделить и умножить на это выражение. Итак, равно предел при x, стремящемся к нулю, e в степени 1х умножить на x плюс e в степени x минус 1. Равно. Ну, теперь уже просится разделить почленно. То есть предел при x, стремящемся к нулю, e в степени x разделить на x это 1 плюс e в степени x минус 1 деленное на x. Равно. Ну и понятно, что здесь все упирается в предел при x, стремящемся к нулю, e в степени x минус 1 деленное на x. Можно либо просто сказать, что это известный предел, который равен единице. Либо вспомнить номер 541. Либо сказать, что числитель e в степени x минус 1 эквивалентен x. Но тем или иным способом вот это выражение просто-напросто стремится к единице. А мы тогда получаем e в степени 1 плюс 1, то есть e в квадрате. e в квадрате это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал и обращайтесь за решением ваших задач.